Добрый день всем невравнодушным людям, гражданам России и Абхазии. Я врач-реаниматолог, 21 год работаю на скорой помощи. За свою жизнь я спас огромное количество людей. Та ситуация, которая произошла со мной в Абхазии, очень сильно ударила по моей вере в людей, в честность, в порядочность, в совесть, просто в элементарную человечность. Но еще больше меня изымели полное отсутствие порядка и законов Республики Абхазия. Я вкратце расскажу историю для тех, кто еще не в курсе, потому что было несколько публикаций с более подробным описанием ситуации. Более 10 лет я дружил с людьми из села Лыхни из Абхазии. Наша дружба была достаточно тесной. Мы очень часто виделись, встречались, когда я приезжал в отпуск в Абхазию. Также люди, с которыми я подружился, бывали в Москве и гостили у меня. Они называли меня братом. Я проникся действительно искренними дружескими чувствами к этим людям. Считал их порядочными, очень хорошими и добрыми. Когда я переехал работать в Сочи, мои родители изъявили желание жить поближе ко мне. Им тоже очень нравилась Абхазия. И когда встал вопрос о выборе, где купить им жилье, братья Абхазы начали рассказывать, что очень хорошо будет, если мои родители купят недвижимость в Абхазии. Они, как близкие друзья, смогут за ними приглядывать, пока я спасаю людей. Да, я знаю, что на иностранцев оформить недвижимость в Абхазии нельзя. Но друзья уговаривали, что можно оформить дом на них, ведь все так делают. Мне и в голову не пришло, что это был коварный мошеннический план подъема денег у моих стариков. Имена этих людей, Фарид Кабахия и Мизан Кабахия, отец и сын, для которых я искренне многое сделал. В начале Фарид занял у меня 800 тысяч рублей на полгода, пригнать машины, заработать и отдать мне мои деньги. И заметьте, не сам местный бизнес, а просто в долг. Искренне, по-дружески я ему их дал. С оговоркой, что буду скоро поступать в ординатуру и у меня эти деньги как раз для оплаты обучения. И вот когда я попросил через полтора года мне их отдать, вот тут-то и началась вся придуманная заранее ими афера. Они пришли выселять моих родителей из дома, купленного за деньги стариков. Мы пошли в МВД и прокуратуру Абхазии. Сотрудники МВД собрали все доказательства, а их достаточно, и передали в прокуратуру. И тут мы думали, что прокурор образумит Кабахи, ведь факт мошенничества налицо. Но увы, как всегда в Абхазии кумовство и круговая порука взяли вверх. Мало того, прокурор приехал в выходной день в спортивном костюме к моим родителям. Оценивающий осмотрел дом и долго объяснял старикам, что все бесполезно и им надо уезжать в Россию. И плевать всем, что старики продали свои квартиры, купили этот дом, идти им некуда. Официально в прокуратуре нам сказали обращаться в суд. Суд длился долго. Мы предоставляли выписки, свидетели, аудио, видеозаписи, с которых все ясно даже ребенку. Сам заявитель о выселении стариков нанял трех адвокатов. Один, наверное, эту ложь не вывез. А сам в суд ни разу не явился. Продавец дома, Крея Мария, ее сын Дбар Даур, который я лично получал от меня деньги, клялись, что они за правду и подтвердят, что дом купил я. В суд тоже не пришли. Мне хочется спросить, Марина Владимировна, а сколько стоит совесть? Разговоры с ними у меня записаны, были представлены в суду, но не опрещены к делу. То есть вся система стоит на защите преступника, потому что он абхаз. Хоть и жулик, но свой. Я знаю, что не все абхазы такие. Многие стараются нам помочь. Но вот эта система поддержки мошенника на государственном уровне наводит на мысль, что в Абхазии очень много жулья. И они себя чувствуют безнаказанными. Я хочу обратиться к россиянам. Не повторяйте мои ошибки. Если после многолетней дружбы люди так поступили, то малознакомые красноречивые дяди, предлагающие вам купить хоть что-то, вас кинут и еще посмеются над вами. Мои родители работали всю жизнь. Я тоже деньги зарабатываю тяжким трудом. Думаю, что многие это понимают. Старикам по 77 лет. Два года слез и отчаяния. Суд первой инстанции решил в пользу Кабахи. После этого моя мама сказала, что дом мошенникам не достанется. И они с отцом сгорят вместе с домом, но не отступят. Дошли до отчаяния. Ведь все-таки надеялись на помощь властей, имея кучу доказательств. Еще хочу обратиться к писателям в поддержку Кабахи. Вы серьезно думаете, что старики нагло вторглись в чужой дом и присвоили его себе? Пишите о налогах. Все налоги передавались Кабахи наличкой. А пишите о коммунальных услугах. Все оплачивал своевременно. Все, что говорит Фарид Кабахи, это ложь. Никто не задумывался, откуда у бюджетника такие деньги. Он утверждал, что купил он. Потом, оббегав друзей и знакомых с просьбой подтвердить, что он занимал у них деньги, ему друзья знакомые отказали. Он начал говорить, что взял эти деньги у меня в долг на покупку дома и уже отдал их. Я открыто заявляю, что Фарид Кабахи не отдал ни одной копейки. Он по-прежнему мой должник и мошенник, пытающийся отнять у стариков их единственное жилье. Я прикрепляю аудиозаписи со разговорами Крея Марии и Даур Адбар, в которых они говорят правду. Слушайте и судите сами. И не надо меня обвинять в серых схемах и обходе законы. Я ни у кого в жизни копейки не взял. Я не отнимаю у больных стариков дом, заработанный их трудом. А мутная схема – идея жителей Абхазии, ее гражданина, историка, который учит ваших детей. Только вот чему он их учит? Обращаясь к властям Абхазии, среди вас есть честные люди. Остановите этот беспредел. Дайте команду следственным органам, прокуратуре и суду. Рассмотреть все доказательства. Разобраться в деле. Ведь все все понимают. Неужели нет ни одного человека во власти республики и Абхазии, который встанет за правду? Наш адвокат, очень уважаемый и профессиональный, плевается грязью в соцсетях за то, что защищает старых больных людей и правду. Называет предательницей за то, что у нее правда не зависит от национальности. Мошенка. Мешайтесь, остановите беспредел. Ведь вы же лицо своего народа. По вашим поступкам судят об Абхазии весь мир. Спасибо за внимание. Ты скажешь правду о том, что я купил у тебя дом, да? Можешь сказать эту правду? Я скажу, я тебе искал, я имя тоже скажу, я скажу правду, как она искала, у меня правда. Что я тебе деньги передавал в банке. Скажешь это на словах? Я скажу при людях. При людях почему не скажу? А твоя жена Дина? Дина скажет, что она же тоже была участником. Я тебе сказал, что жена туда надо в колобии поедать, я пойду. Хорошо, 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 да. Я тебе сказал же, Вячеслав, что я заявляю эти всякие, я не хочу этого хранить. Я понял, я понял. Даур, скажи, пожалуйста, по-братски. Ну ты вот при встрече, когда люди соберутся, например, да, такие уважаемые люди, к примеру, и спросят у тебя, этот дом покупал он для родителей? Как грубо. Ты так скажешь? Я сейчас все, конечно, скажу, братан. Я правду всегда. А ты скажешь о том, что Фарид и Гена Кобайхия забрали у тебя даже, забрали у тебя, попросили 150 тысяч. Вчера я с мамой с тобой разговаривал. А с какими словами они забрали? Со словами о том, что мы тебе привели покупателя, да, из Москвы? Они так сказали? Да. Да? Конечно, братан. Да. И типа давай нам 150 тысяч, это наш покупать, мы тебе, мы как эти, риэлторы. Это было, по-моему, 200 или что-то ходили, сколько сумм, я им дал, точно тоже не помню, как тебе сказали. Даже 200 хотели? Да. С какой суммой я денег дал? Твоя мама сказала 150. 200, мы 100, по-моему, дали. 100 и 150, это что такое-то? Ну, 150. Алло, здрасте. Да, здрасте, Марина Владимировна. Ситуация такая, что нам, мне, вернее, нужна ваша помощь. В чем заключается помощь? Скажите, что вы хотите его задать? Да. Да, надо написать бумагу о том, что я хозяйка дома, ну, был бы, ну, как, даже не так, наверное, там, фамилия, имя, отчество, такого-то года рождения. Получил от Вячеслава Владимировича, там, сумму 7 миллионов, там, рублей, ну, то, что Даур получался, это, с Диной в банке. Получил от счет за дом, по адресу, там, Гагра, там, Абазга, улица, все такое прочее, вот, и дом покупался для его родителей. Сразу сказала я правду. Да, нам обман не нужен. Вот, за это я спросила, что хотите от меня, вот. Да, 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 то, что без вашей помощи, но с этими хулиганами бороться, ну, как жуликами, обманщиками, просто бессовестными людьми, просто никак, сложно очень будет. Тут уже, как говоришь, им одно... Они к нам тоже подойдут, скорее всего. Естественно, да. Ну, вы же тоже правду. Это не бандит. Нам-то бояться нечего, мы-то никого не обманываем. А чего я боюсь, я нет, абсолютно не своровала. Не своровала, ничего ничего не сделала. Да, да, все правильно. Свой труд я продала, я никого ничего не дал с нами. Да, да, все правильно. О чем вы говорите? Они украли, они украли. Вот они обманщики, получается. О чем вы говорите?